Поговорим с Игорем Романенко, основателем благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенантом. Игорь Александрович, здравствуйте, рады вам в эфире «Фридом». Здравствуйте. Взаимно. Да, Игорь Александрович, очень нашумевшая новость касательно расстрела российскими оккупантами мирных жителей. Ну, во-первых, понятное дело, почему россияне это делают. Это варварское отношение. Это было, очевидно, с 24-го числа февраля 2022 года. Но тут интересна международная реакция. И что Украине сейчас следует сделать для того, чтобы фиксировать эти преступления и привлекать к ответственности российских оккупантов? К сожалению, мы видим, что военнослужащие террористическое государство, государство агрессоров, ведутся с самого начала этого широкомасштабного этапа войны и по настоящее время, как военные преступники, очень во многих местах, участках фронта. Мы знаем отношение к военнослужащим, к пленным. И, к сожалению, гибнет достаточно много населения гражданского из-за того, что они себя ведут в нарушении международных правил ведения войны. Правда, это своим законодательством, который сделан таким образом, чтобы оправдывать преступные действия их на случай. И, к сожалению, все больше фактов в ходе этой войны выявляется. Конечно, в большинстве своем уже наши соответствующие структуры научились правильно оформлять и установлены порядком все это отправлять в инстанции международные. Однако с вами соглашаюсь на том, что важна реакция. Но, с другой стороны, мы знаем, как это сложно, очевидно, делать. Вот, например, если что-либо вырешивать через организацию объединенных наций, то о чем можно говорить, когда господин Бутеррош едет с поклоном или с участием в Российскую Федерацию, вкушает хлеба и радости, встречи с Путиным, персонально встречаются и так далее. То есть дискредитирует организацию, которую он возглавляет со всеми вытекающими последствиями для работы этой организации, для престижа и имиджа этой организации. Поэтому, конечно, в том числе и эти документы, которые мы передаем, это в борьбу, в работу, которую необходимо проводить. И Украина этим занималась и будет заниматься дальше. Можно что-либо сделать, я имею в виду, даже если зафиксированы эти убийства на видео из дрона или видеонаблюдение каких-либо других камер. Они насколько могут также влиять на ход дела и их добавляют вообще как доказательства? Конечно, есть требования соответствующие, но все это в совокупности представляет собой юридическую ценность и, следовательно, это требования к тому, чтобы как бы ни было тяжело, в каких условиях не проводилась эта работа, она очень необходима, поскольку мы верим в то, что справедливый суд у преступников еще впереди. Уже в ходе этой борьбы, которая ведет наш народ и силы обороны Украины, но раньше или позже мы верим в это и боремся за это, что они будут отвечать в соответствии с международным законодательством. И в целом хотелось бы обсудить ситуацию в Селидово. Российские оккупанты перебрасывают резервы и пытаются полностью окружить Селидово Донецкой области. Они задействуют в атаках много солдат, при этом не проводят больших механизированных штурмов. Об этом рассказал Виталий Миловидов, спикер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Карадаг». Давайте услышим цитату. Уже неделю силы обороны принимают сверхмощные меры по сдерживанию противника. Российским оккупантам частично удалось закрепиться на нескольких участках города. Но сейчас больше активных действий происходит в районе населенного пункта Вишневое к югу от Селидова. Армия Российской Федерации использует тактику малых пехотных групп. Она перебросила с северного участка Покровского направления резервные подразделения, которые ежедневно проводят штурмы. Виталий Миловидов, спикер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Карадаг». В эфире марафона «Едыни новыны». Вот что можно сказать, Илья Александровича, о тактике противника, почему с Покровского даже направление перебрасывает, вот тактика малых штурмов, чего добивается именно в этом городе? Мы говорили, в том числе на вашем канале, о том, что где-то больше месяца назад в ходе наступления противника на Покровское направление силам обороны Украины удалось сбить этот наступательный импульс, были забедены резервные бригады. И в связи с этим россияне были вынуждены перегруппироваться и сосредоточить свои наступательные действия, в первую очередь, на юге от Покровского, это Угледар и Курахова. К сожалению, на текущий момент Угледара они захватили и теперь используют продвижение с этого места, с Водяного на север, для того, чтобы, ну, угрожающе продвигаться в сторону Курахова, с целью дальше через Курахово все-таки выходить с юга, опять-таки, на Покровск. А пока идут бои, в том числе очень важный, так сказать, момент, связанный с Иридово, и здесь организуется очень подобная тактика, только меньшего масштаба, когда они осуществляют охват объекта, в данном случае этого города, и, видите, перебрасывают свои резервы на южное направление, чтобы как можно глубже продвинуться вот этой щупальцей, охватить фланг, южный фланг наших войск, разделение частей, которые защищают на текущий момент Селидовое. В этом есть угроза, поскольку в ходе этих действий не перерезают пути логистического обеспечения первых действий непосредственно в городе, таким образом снижают потенциал обороны наших воинов, которые защищают город. Также, Игорь Александрович, если мы заговорили уже о Селидово в целом, как с военной точки зрения, опять же, насколько и какие самые большие трудности в оборонительных действиях данного населенного пункта, потому что, как показывает практика, населенный пункт довольно-таки немалый, есть, присутствуют высокоэтажки, что говорит о, так сказать, тактически важном населенном пункте. Насколько трудна оборона этого города и в чем она заключается? В городе этот вид боевых действий один из самых тяжелых и сложных, сотратных, там уже, ну, в общем-то, проблемы наступающих войск ограничиваются воздействия уже, когда идут бои непосредственно, например, авиации и артиллерии, поскольку, значит, в одном доме рядом действуют группы пехоты, противники рядом стоящие действуют наши, все это динамично меняется, но, так или иначе, поскольку ресурсов у противника больше и по личному составу и посредством от него поражения, поэтому наступательные действия и действия охватывающие со стороны противника, к сожалению, продолжаются, и ситуация в целом для сил обороны Украины в этом городе усугубляется. Также вот Институт изучения войны пишет о том, что концентрация российских войск на штурмах Селидова может замедлить наступление на Покровск, в том числе это, собственно, с чего вы тоже начинали. Для армии Российской Федерации этот город является главной оперативной целью, но она не может к нему продвинуться, потому что увязла в боях на Южном фронте, сообщает Институт изучения войны. И, по данным аналитиков, из-за мощной обороны Селидова российское военно-командование вынуждено было перебросить туда подразделения 2-й общественной армии и 90-й танковой дивизии, и также ВСУ истощает противника на этом участке фронта еще с августа и наносит ему большие потери из-за распыления сил и средств боеспособность армии Российской Федерации значительно снижается, и она не способна быстро развивать наступление в сторону Покровска. Это, собственно, дает украинским военным дополнительное время на укрепление города. Что можно сказать по Покровску, как вы видите? И действительно ли вот это растягивание сил и средств противника играет ему, как говорится, не на руку? Безусловно, мы мельком с вами обговаривали эту ситуацию, и вследствие того, что начались такого рода действия со стороны Силы обороны еще больше месяца назад, а у противника силы стало за все это время, к сожалению, уже в течение года, они проводят стратегическо-наступательную операцию, и поэтому они вынуждены перегруппироваться и сосредотачиваться, и наступать не на всех направлениях, как это было раньше, а сначала на одном, потом последовательно сосредотачиваться на другом, таким образом продвигаться. И такого рода тактику действий мы видим и вокруг Покровска. К сожалению, Лидар им удалось уже захватить, и поэтому продвигается и угроза сейчас, и наиболее высокая интенсивность боев вокруг Курахова. Однако, в общем-то, главной целью по-прежнему остается Покровска, поскольку с захватом его открывается соответствующая оперативная перспектива для противника, поэтому он таким образом организует введение своих боевых действий. Ну и также, Игорь Александрович, на завершение, поясните, пожалуйста, в данном ключе. Международные партнеры, они четко проинформированы о ситуации сейчас, обостренной ситуации на фронте? Ведь видят же, что творит Российская Федерация, даже вопреки тому, что используют тактику местных штурмов? Конечно, видят. Мы делимся этой информацией, видят и здесь, на фронтах, на Восточном фронте, и на Курщине, и на Харьковщине отдельное направление, скажем. И то, что противник повышает интенсивность введения боевых действий на Запорожском направлении, ну, под направлением там два, «Премьевский выступ» и «Орехово». И, конечно, мы говорим о том, чтобы изменить ситуацию, надо изменить уровень поставок со стороны союзников, в первую очередь Соединенных Штатов, увеличить их интенсивность и расширить спектр этих вооружений, техники, а также боеприпасов. Ну и плюс, конечно, мы должны решить свою внутреннюю задачу относительно мобилизации. Вот по совокупности, создавая такую родную систему, можно достигнуть результата выполнения нашей стратегической правительной операции. А главная задача здесь является остановить продвижение противника на фронтах. Спасибо вам большое, Игорь Александрович, за то, что нашли время для нас. Напомню нашим зрителям. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.